Основное импортозамещение в Краснодаре сосредоточено в аграрном секторе. Рис, помидоры, а с прошлого года еще и диетическое детское питание. В его основе мясо кроликов, которых выращивают в городских хозяйствах. Впрочем, импортозамещение в Краснодаре развивается не только в пищевой отрасли. Как это происходит на одном из промышленных предприятий, узнал наш корреспондент. В Краснодар из Ставрополя Анатолий Сыроежко приехал всего на пару часов. Преодолел почти 300 километров, чтобы купить запчасти на импортный экскаватор. Если заказывать заграниченно, надо ждать минимум месяц. И будет очень дорого, в два-три раза дороже, чем здесь. Необходимые детали для гостей из соседнего региона работники Краснодарского производственного цеха изготовят в течение часа. Скорость здесь – ключевое слово. Один день простой спецтехники предприятиям обходится в 70-80 тысяч рублей. Поэтому ждать оригинальной запчасти из-за рубежа крайне невыгодно, объясняют заказчики. Поэтому и едут в Краснодар. Здесь находится единственное на весь край предприятие. 10 мастеров-универсалов вот уже 15 лет производят аналоги некоторых импортных запчастей. Без них невозможна работа дорожно-строительных, сельскохозяйственных машин, пассажирского и личного транспорта. Мы изготавливаем весь спектр рукавов высокодавления, а также детали для уплотнения гидравлических систем. То есть манжеты гидравлические, уплотнение штоков, гидроцилиндров, все, что возможно у нас применить в гидравлических системах. Мы изготавливаем шланги высокого давления, которые применяются на различных видах техники. Среди постоянных клиентов более 500 предприятий Кубани, Ставропольского края, Ростовской области и других регионов. Сотрудничество взаимовыгодное. Еще бы, импортный рукав высокого давления для экскаватора обойдется в сумму около 9 тысяч рублей, а изготовленный краснодарскими мастерами почти вдвое дешевле. Добавляем стоимость доставки из-за границы и получаем существенную разницу в цене. Мастера могут изготовить под заказ и редкие детали, которые заграничные производители уже не выпускают. К примеру, для машин 80-х-90-х годов. Мы можем изготовить любое уплотнение любого размера под их характеристики. Еще бывают ситуации такие, когда гидравлический шток может быть потерт или еще что-то. То есть мы можем сделать уплотнение индивидуально под каждого клиента. Для изготовления уплотнителей гидравлических цилиндров мастера приобрели станок финского производства. А вот заготовки для этих деталей заказывают в Волгограде. В краснодарском цеху предпочитают использовать отечественное сырье. Оно стоит в два раза дешевле европейского и значительно превосходит по качеству китайское. К примеру, фитинги закупают в Майкопе, а шланги для сборки гибких трубопроводов у Новокузнецкого завода. Шланги, выпускаемые данным заводом, практически не выступают по качеству ведущим мировым брендам, которые используются в сфере гидравлики. Предприятие старается поддерживать отечественного производителя во всем. В цехах имеется токарный станок российского производства. Есть уникальные аппараты, такие как трубозагибочная машина. Необходимую оснастку для нее мастера изготовили самостоятельно. С помощью этого аппарата можно изготовить жесткие трубопроводы любого диаметра. Новая запчасть будет абсолютной копией изношенной детали. По радиусу выставляем и по длине подгоняем, чтобы гиб получился одинаковый. Выставляем и гнем. В ближайших планах Краснодарского предприятия освоят технологию силовых тросов. Они применяются для передачи усилия от органов управления машины к ее исполнительным механизмам. Например, в пассажирских автобусах они транслируют команду от коробки передач на 6-8 метров в другой конец салона, где расположен двигатель. Детали для ремонта тросовых приводов сейчас в основном поставляют из-за границы. Краснодарский цех может стать одним из первых предприятий в России, где будут производить их отечественные аналоги. Наталья Пьянова, Анна Комарова, Павел Сокольников, телекомпания «Краснодар».